You always will when you can have, and when you have you can You still not Давайте поговорим сегодня о настройке Intel HD Graphics для повышения производительности вашей операционной системы либо небольшого повышения FPS в играх Почему я сказал именно о небольшом повышении? Потому что Intel HD Graphics это интегрированное видеоядро в процессор и оно не сможет дать каких-то высоких результатов, ошеломляющих Именно поэтому стоит это понимать Если же какие-то игры данный графический процессор не тянул то и тянуть он их не будет, как бы вы ни старались сейчас настроить Поэтому просто можете прекратить смотреть видео Также эта настройка не займет много времени Давайте уже приступим непосредственно к ней На рабочем столе нажимаем правую кнопку мыши Вызываем контекстное меню Переходим в графические характеристики Далее Переходим в дисплей Выбираем здесь разрешение Все, что вам нужно Максимальную герцовку вашего монитора И здесь нас больше, в принципе, ничего не интересует Переходим в трехмерную графику И здесь выбираем наибольшую производительность Ни сбалансированный режим, ни качество, ни другие какие-либо настройки А именно производительность Здесь нас тоже больше ничего не интересует В разделе видео тоже ничего интересного Переходим в электропитание Здесь мы выбираем также максимальную производительность Но и обратите внимание, если у вас станционарный компьютер То только единожды настраивайте Если ноутбук, то здесь у вас работа от сети Имеется настройка, а также работа от батареи Ее тоже стоит учесть Выставляем максимальную производительность Ползунок тянем на максимальное качество Но учтите, что батарея будет садиться быстрее После чего вы после всех этих манипуляций Применяете настройки И в принципе работа с драйвером HD графики закончена Также хочу вам показать настройку драйвера Имеющий другой интерфейс и другие функции Зависит это от семейства процессоров Intel После настройки дисплея переходим в трехмерную графику Ставим пользовательские настройки Но вы можете просто оставить ползунок на производительности Качество текстур ставите на производительность Анизотропную фильтрацию либо отключаете, либо ставите минимум Можно ставить настройки приложения и отключить позже в игре Анизотропная фильтрация отвечает за сглаживание текстур, которые находятся под наклоном Дальше идет в обработку вершин Также оставляем настройки приложения Позже все это настроите в самой игре Синхронизация по вертикали Это достаточно потребительский ресурс, поэтому его лучше выключить Либо же оставить настройки приложения и позже отключить его в игре Дальше сохраняемся Дальше переходим в электропитание, как в предыдущем драйвере Ставим на максимальный производительный сползунок Если это ноутбук, переходим в работа от батареи И здесь делаем все то же самое Таким образом настраивается более старая версия драйвера Старых семейств Intel HD Graphics Если вы не обнаружили всех этих настроек, то вверху вы можете обратить внимание на форму, в которой нужно выбрать расширенный режим С собой вы видите панель управления с иным интерфейсом от более нового семейства драйверов Intel HD Далее переходим в пункт 3D И здесь мы видим несколько настроек Иных, нежели мы видели в предыдущих версиях Первый из них это настройка вертикальной синхронизации Здесь лучше поставить настройки приложения и потом в игре отключить ее Потому что, как я говорил выше, достаточно потребительный процесс И нам желательно эту функцию отключить Следующая функция это морфологическая фильтрация Она сглаживает края изображения с помощью шейдеров Ее желательно тоже отключить, либо ставить в настройки приложения и отключить позже Следующая функция это множественная выборка Данная функция отвечает за сглаживание изображения также И она избыточно ресурсоемкая Поэтому мы ее отключаем, либо ставим в настройки приложения Незотропная фильтрация также отвечает за сглаживание текстур, находящихся под наклоном Данная функция также является слишком ресурсоемкой Поэтому мы ее отключаем, либо же ставим в настройки приложения И мы поставим в приложении, то есть в самой игре Ее аналоги, трилинейная или билинейная фильтрация Покажу позже. Также в данном драйвере имеется новая функция «Настройка игры», которая автоматически будет подгонять вашу игру под максимальную производительность. Для этого просто нужно выбрать здесь игру. Как видите, у меня их здесь нет. Но все просто. Просто выбираете игру, применяете настройки, и данная функция должна автоматически оптимизировать вашу игру под ресурсы, имеющиеся в вашем компьютере. Также попутно, чтобы помочь нашей графике более производительно работать, давайте еще перейдем в электропитание. Если у вас станционарный компьютер, то это проще всего сделать через панель управления. Переходим в панель управления. На седьмой, на восьмой, на десятом видов все это одинаково. Крупные значки ставим. Находим здесь пункт электропитания. И выставляем на высокую производительность. Также здесь работа от сети будет и работа от батареи. Выставляем на высокую производительность, и на этом все. Еще один способ немного помочь вам с увеличением производительности, это технологии, которые применимы к некоторым Intel процессорам. В моем случае вы можете видеть, какой процессор установлен у меня, и к данному процессору возможно применение технологии Intel Turbo Technology, которая будет увеличивать автоматически частоту процессора. Если у вас имеется у вашего процессора такая технология, то стоит ее активировать. Активируется она через BIOS, либо же через специальное программное обеспечение. С этим я вам предлагаю ознакомиться непосредственно в интернете. Вводите модель своего процессора в интернет, и смотрите, есть ли у нее такая технология, и с помощью чего ее будет можно активировать. Это как подсказка. Также еще хочу подметить один момент. Если вдруг вы имеете ноутбук, то вы наверняка заметили, что когда я вызываю контекстное меню, то у меня есть еще панель управления NVIDIA. Это потому, что у меня еще есть и дискретная видеокарта, помимо интегрированной. И это очень хорошо, это будет полезно для ваших игр. Чтобы включить не интегрированное видео, а дискретное, необходимо это сделать, к примеру, в BIOS. Переключаете на дискретное видео, и, конечно, у вас производительность возрастет в разы для игр. Также по этой теме предлагаю вам посмотреть, как я буду настраивать графику игры на примере Counter-Strike Global Offensive, если вы не против. Прежде чем мы перейдем в настройки игры, я хочу вам рассказать о параметрах запуска, которые также важны для настройки графики, точнее, для увеличения производительности. На игре нажимаем правой кнопкой мыши, откроется свойство игры, переходим в «Установить параметры запуска», нажимаем данную кнопочку. У меня есть файлик, который я скину в описании, вы сможете по ссылочке скачать данный файл. Здесь указаны все команды запуска, точнее, не все, а самые основные, которые я посчитал нужными. Если вы хотите посмотреть все параметры запуска, а также для других игр, то можете просто загуглить «Параметры запуска в Steam», и вы найдете огромное количество команд, которые можно ввести в данную форму. Это относится не только, еще раз повторюсь, к Counter-Strike Global Offensive. Эти параметры можно вводить и для других многих игр. Давайте посмотрим, что я выделил главным для себя, что я буду добавлять данные параметры запуска. Первая команда — это NoVid. Она убирает логотип при запуске игры, то есть игра запускается сразу. Затем работу консоли. В принципе, можно и в параметрах самой игры ее указать, но я ее укажу здесь. Дальше. Количество герцовки вашего монитора. Frecure. Где ее можно узнать? На рабочем столе нажимаем правую кнопку мыши. Параметры экрана. Пролистаем немножечко вниз. Дополнительные параметры дисплея. И мы можем видеть 60 герц. То есть больше сюда устанавливать не нужно. Ваш монитор попросту этого не поддерживает. Поэтому вместо скобочек пишем 60 герц. Кстати говоря, каждая команда вводится через пробел, и перед каждой командой должно стоять тире. Дальше идет следующая команда — количество ядер процессора. Как это можно узнать простым способом? Жмем комбинацию клавиш win plus r. Вводим сюда mcconfig. Нажимаем ОК. Далее выбираем загрузка вкладку. Дополнительные параметры. Число процессоров. Логически или физически — это не важно. Смотрите, какое количество максимальное. И вводите сюда. Далее у нас идет команда по выставлению приоритета. То есть игра будет на первом месте. Естественно, она будет немножечко увеличивать FPS. Далее идут команды по увеличению тикрейта. То есть по отзыву пакетов, по отправке пакетов. Все эти команды я вводить не буду, потому что играю в принципе MM. А в MM там уже это все предусмотрено. Эти команды вы вводите, если вы любите играть на серверах сообщества, созданных самими игроками. Поэтому я все убираю вплоть до FPS Max. Что же такое FPS Max? Это своеобразный ограничитель. И при установлении на него значения 0, мы снимаем данное ограничение. То есть FPS у нас не ограничено ничем. Вот такое количество команд я предлагаю ввести. Параметры запуска. И нажимаем ОК. Давайте быстренько пробежимся по настройкам игры на примере Counter-Strike Global Offensive. А точнее графики игры. Переходим в изображение. Здесь мы видим настройки. Во-первых, разрешение монитора. Чем оно меньше, тем лучше. Для вашего FPS. Режим отображения на весь экран. Энергосберегающий режим. Выключаем. И теперь переходим к расширенным настройкам изображения. Здесь мы видим несколько пунктов. Общее качество теней. Детализация. Чем ниже будет у нас качество, тем выше FPS. Детализация шейдеров. У меня стоит очень высокая. Мы можем снизить качество шейдеров. Графика, конечно, ухудшится, но FPS будет выше. Многоядерную обработку включаем. Если вы имеете очень старые процессоры, то лучше всего здесь отключить. Далее. Режим сглаживания множественной выборки. Я говорил о ней уже выше. Это один из методов сглаживания, который в принципе очень ресурсоемок. Поэтому его отключаем. Сглаживание с помощью FXAA. Еще один режим сглаживания. Его тоже стоит отключить, если вы хотите добиться максимального FPS. Следующий режим фильтрации текстур. Я говорил, что существует анизотропная фильтрация, которую в принципе мы в драйвере уже и настраивали. Но здесь лучше всего установить билинейную или трилинейную. Рекомендую установить трилинейную. Это более старый образец сглаживания текстур, но он менее ресурсоемок. Вертикальная синхронизация. Как раз тоже о ней и говорил. Если вы выставляли настройку приложения, то здесь как раз есть смысл ее отключить. Размытие движения также я отключил. В принципе на этом мы и закончим настройку нашей графики. Надеюсь, что у вас все получится. И если вдруг вы хотите настроить какой-либо другой драйвер, к примеру AMD Radeon, или же драйвер NVIDIA GeForce, то по этому поводу у меня есть ролики, которые вы сможете изучить. Ссылочку на них я оставлю в описании.